Так, а вот действительно ли западные евреи в большинстве своем поддерживают либеральные левые идеи, а вот разумеется более консервативное общество в Израиле великолепную идею запуска миллиона беженцев не поддержит, так как сохранение самого еврейского государства будет в этом случае под вопросом. Ну, на самом деле многие консервативные евреи в Европе, они тоже против открытых миграционных шлюзов, потому что приезжают в основном арабы, которые потом устраивают теракты, там во Франции в магазине кошерных продуктов был теракт, потом был теракт против еврейской школы религиозной тоже во Франции. То есть, в принципе, евреи, они тоже должны понимать опасность такого рода процессов. Вот. То есть, понятно, что везде есть свои консерваторы, свои либералы и у евреев в том числе. Вот. Просто, например, допустим, интеллигенция еврейская, которая на эхе Москвы представлена, она занимает такую очень дворожническую позицию. То есть, когда речь касается российского государства, то они либералы все, просто ультралибералы. То есть, все отдать, все там, раздать все земли, запустить побольше мигрантов и прочее, прочее, прочее. Но когда речь идет об израильском государстве, они совершенно на другую позицию становятся. То есть, допустим, какой-нибудь господин Радзиховский, он там был белугой, когда в Чечне была война, потому что, типа, ой, это негуманно, нетолерантно, там людей убивают. Но когда началась, значит, операция, военная операция Израиля против палестинских территорий, то господин Радзиковский сказал, например, когда ему задали вопрос по поводу убийства палестинских детей, что вот вроде как детей убивать нехорошо, господин Радзиковский сказал, что нет, как-то нехорошо, детей нужно убивать палестинских, потому что это подстригание ногтей. То есть, палестинские дети вырастут и станут активистами, там, Хазбаллы, там, или какого-нибудь другого радикального движения, поэтому лучше их убить, когда они дети. То есть, это подстригание ногтей, таким образом. И это ультралиберал Радзиковский. Потом Носик есть такой человек, который владеет, там, Яндексом, Яндекс Деньгами и прочим, которого даже судили по 282 статье за то, что... Долбоеб, который? Долбоеб, который сказал, что... Ну, как долбоеб, это уважаемый... Нет, это Ник, 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 Ник у него такой. А, да-да-да, Ник у него такой, да. Ну, это Ник, который отражает, конечно, его внутренний мир, но не суть. Он, значит, его судили по 282 статье за то, что он сказал, что нужно больше убивать сирийских детей, сирийских беременных женщин, потому что, вот, как бы, нужно убить всех сирийцев, потому что Сирия это угроза для государства Израиля, таким образом. То есть, либералы оказываются нелибералами, когда речь заходит о, там, государстве Израиля. То есть, они, с одной стороны, либералы, а с другой стороны, они пламенные патриоты, там, вплоть до фашизма. Вот, то есть, как бы, палестинских детей, оказывается, убивать хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!